Многие путают своё воображение со своей памятью. Джош Биллингс Сколько раз вы задавались вопросом? Помню ли я это? Помнит ли кто-то? Сталкивались вы с тем, что событие, которое происходит сейчас, ощущается нереальным? Будто бы написанное нейросетью, или выдуманное безумным богом, который смотрит и насмехается над вами. Именно это ощущение пытаются замаскировать разработчики Rose Engine, создавая на свет survival horror Signaris. Ага, это не для этого. Может, оно пытается взаимодействовать с нену путём скрытых метафор? Или вызвать в панический ужас, наперяя смысланный налад современного мира? Стоит начать с того, что выбор-стилистики из рендера игры являются не столько техническим ограничением, сколько заигрыванием с ностальгическими чувствами современного геймера, который уже прошёл цикл survival horror. От каноничного первого Resident Evil и Silent Hill до современного в переосмыслении жанра Inbidia Soma, Alien Isolation и Five Nights at Freddy's Security Breach. Но помимо выбора не столь популярного жанра для современного игрока, была выбрана стилистика пятого поколения консолей. Вдобавок, искусственный фильтр старой телевизионной сетки подогревает вас воспоминания о первом опыте в игры подобного жанра. Нужно ли это в современной игре? Нет. Помимо этого, визуально, компьютерная игра черпает вдохновение из японской культуры. Повторение кадров в целях мнимой экономии, использование фиксированной камеры для достижения эффекта 2,5D, а не изометрии, как будто распространено в серпичи играх 90-х годов, переход перспективы на первое лицо при проигрывании воспоминаний, а также множественные референсы на Евангелион. Из-за ограниченного инвентаря и довольно минималистичной карты держать в памяти придется не только вопрос, заданный ранее. Игроку приходится запоминать, где лежат драгоценные патроны, пластыри, ремонтные спреи, а иногда и квестовые предметы. И в целом, вся игровая логистика является большим упражнением для памяти. От банального, в какой из десятка комнат лежит заветная ключ-карта, до полного плана комплекса с подсчетом количества враждебно настроенных членов экипажа и маршрутами для достижения ваших задач. Даже головоломки заставляют запоминать алгоритмы взаимодействия, а щедрая подсказка в виде глаза камеры является ловушкой, ведь помимо ограниченного использования, она вынуждает вас убрать драгоценный предмет в бездонный ящик, к которому тоже нужно будет вернуться. И все эти геймплейные задачи заставляют вас постепенно выбрасывать из головы информацию о том, что вы делаете на этом корабле, что тут делает этот корабль, к кому мы относимся. В голове остается лишь одна звучная цель – найти Ариану. Астана прибывает и убывает, размывая общую картину происходящего, сводя все к алгоритму. Пожалуй, пора познакомиться с основными участниками событий игры. Это ЛСТР. Универсальный боевой инженерный модуль для работы на орбитальных станциях, который просыпается после крушения корабля Пенроуз-512. Единственная логическая загадка, которую игра дает нам решить – найти Ариану, чем, собственно говоря, игрок и будет заниматься на протяжении всей игры. Помимо обезумевшего контингента станции Серпинский-23, который стал более кровавым, с выделенными признаками физической агонии, мы встретим двух фигур корабля – Изу и Адлера. И тут нужно сделать остановку. Несмотря на то, что игра подталкивает нас бежать и знакомиться с разумными репликами, стоит обратить внимание на окружение. Плакаты гласят, что теперь мы находимся не в числах империи, а нового государства – нации. И в этом кроется даро немецкой истории. Разработчики охотно поддаются рефлексии по историческому прошлому Германии, которая долгое время была великой и быстрорастущей империей. С амбициями равными поёту высокой птицы, ведь именно поэтому все реплики кодируются через имена птиц. Эстер – Сорока. Адлер – Орёл. Фальке – Сокол. Но, увы, планом империи не суждено было забыться, и поэтому на её обломках, пусть и с идеей союзного государства, рождается нация. Тоталитарное государство со строгой рабочей этикой, не самыми лучшими условиями труда и желанием лучшей жизни при усиленной колонизации. Уровневость локации, строгое деление функционала рабочих реплик, коих тут гораздо больше, чем на потерпевшем крушении Судни Империи, наталкивает нас на нужные ассоциации. А комната, покрытая огнём, в которой в дальнейшем мы находим единственного гештальта – человека по меркам Вселенной, даёт нам окончательно укрепиться в догадках, которые сформировались у вас в голове. Но помимо этого в игре присутствует ещё один остров, на котором мы бываем в момент воспоминаний. Этот остров является переработкой картины Ойгена Брахта – «Берег забвения». В немецкой живописи этой картины «Остров Нёртв» очень тесно связаны. Настолько тесно, что «Последний Император Германии» и «Верегенов Второй» разместил их рядом. Постойте, игра вновь обращается к исторической рефлексии? «Последний Император Германии» имел эти картины своей коллекцией, а «Остров Мёртвых» покупал и сам Адольф Гитлер. Даже на уровне визуализации, авторы игры приходят к смирению со своей историей. Но также если обратить внимание на то, что времен движется, а действия Гитлера не одобряются мировым сообществом, в том числе и гражданами Германии, не хотели бы они забыть это? Ведь практика той же декоммунизации в своё время присутствовала во многих европейских странах. Хотели бы, но показывают не так ярко. Все действующие персонажи, а именно Адлер, Изя и Эльстер, лишаются правого глаза. «Вот оба выкалывая правую страницу истории своей жизни, считаешь, что только один глаз, а именно левый, является правильным для современного человека». Арианны и Фарки глаз не теряют, так как являются мирообразующим, а мир не может просто так быть за часть истории. Также обратим внимание на места, в которых прибывает героиня. Пен Роуз – это невозможный треугольник, ровно как и существование Брусской империи, обожиденной Германии. В то же время как станция несёт имя в честь множества, имеющего функцию «самоподобие». Треугольник Серпинского – это математическая модель, где из одного треугольника с помощью соединения середин сторон равностороннего треугольника получается бесконечное количество треугольников. Ровно как и амбиции Третьего Рейха, которые росли с каждой новой победой, так и в нашем случае колонии нации множатся, словно фракталы, а интерьер этих колоний столь одинаков, как и равносторонние треугольники. На чем отличен Серпинский, так это с живым персоналом станции. На борту находится главная команда Ища Фалька, которая в данный момент прибывает в коме. Именно из-за потери команды точных конструкций обитатели корабля начали сходить с собой. Заместитель Фалька, реплика Адлер, единственный мужчина на станции, пытается взять под контроль ситуацию, но его методы подводят станцию под угрозой уничтожения. Ведь всех разумных реплик Адлер сбрасывает шахту лифта, дабы защитить главнокомандующих. И Изя, единственный гештальт на борту, которая занята поиском своей сестры и обладает необычайным талантом к проживанию на столь вражденной колонии. Мутана идет на два, а то и на три шага вперед по сравнению с Эмстер. После ряда испытаний, которые мы преодолели не без потерь, в конечном итоге мы подходим к метафорическим вратам, которые дадут нам найти наш объект желания. Но Адлер предупреждает на все невозможности этого пути, и в конечном итоге героиня побегает. Но, как иногда программа делает сбой, так и сюжет игры начинает показывать то, что произошла некая ошибка, и история не должна окончиться так. И да, после того, как игра демонстративно показала нам, что все логически закончилось, при нажатии новая игра ее не будет. А произойдет продолжение истории. Но как эта история может продолжиться, если мы видели гибель героини? Она и не может продолжиться. Просто история пошла на новый круг. И тут всплывает очень важный вопрос. А почему история? Надо доктор. Колесо сансары, мотив реинкарнации в целях исполнения святой миссии, или же иной концепт, который нужно раскапывать, внимательно всматриваясь в обрывки воспоминаний? Нет. Ответ лежит на поверхности. И гораздо проще. Действия игры происходят в нейросети системы безопасности орбитальной станции. О странном происхождении нашей героини на станции Серпинский-23 не должно возникать ни единого вопроса. Из раненной члены экипажа сквозь враждебную среду неизведанной планеты по стечению случайности попадает на заботную колонию нации. После она набирается сил для продолжения поисков конкретного человека без особой надежды на ее существование. Казалось бы, очередной референс на более старую игру Dead Space, где инженер Айзек Кларк, ведомый голосом своей погибшей жены, совершает невозможные для прошлой команды задачи. Но деталь скрывается в персонаже Изя. Она также находится на станции и ведет поиски. Хоть она и утверждает, что Ноги Шталь, а ее вода в порядке вполне человеческая. Ее удает то, что у нее отсутствует Ноги, как у реплик. А это наводит на версию того, что Изя и Эльстер крайне похожи. Вечный поиск своей цели. Они единственные, кому удается обмануть Адлера. Эльстер, тем, что она выжила после падения в шахту лифта. А Изя, что умудрилась нанести удар первый. Также нужно вспомнить слова Адлера из концовки, что он был здесь уже очень много раз, что наводит на мысль постоянные симуляции нейронной сети, где Эльстер и Изя – угроза, Адлер – фэрболл. А объекты поисков Изя и Эльстер – защищаемый объект. Возможно, разработчики ранее работали в Авира, иначе объяснить такую страсть к визуализации работы антивируса крайне сложно. Не верите, давайте попробуем разобраться более детально. Само место, где происходят события игры, ровно как Ариана. Это взаимосвязанная структура. Различные записи в игре говорят, что с появлением Арианы все начинает сходить сама. Фарки уходит на покой, Адлер тщетно пытается провести все в порядок, дабы ее командующая была цела, а сама Ариана зачем-то направилась шахтой. Место не предназначено на Лагичтерта. Следовательно, можно предположить, что Ариана в программе является ее ядром, а окружение Эльстер – самой нейросетью. Ведь чем дальше идет погружение Эльстер и Изя вглубь Серпинской 23, тем больше происходят изменения. Стены становятся месными, появляются совсем уже необычные образцы реплик, свет в помещении становится пугающе красным, словно сигнал тревоги. Ведь Изя и Эльстер – это разного рода вирусы. Если Эльстер имеет высокий боевой потенциал и может в одиночку зачистить целую станцию с огромной шахтой, то Изя более изобретательна. Конечно, иногда ей приходится вступать в бой против защитной системы, но это не ее отличительная черта. Если вспомнить сражение Изи с шахтером, то она теряет сознание от первого выстрела из бронебойной винтовки, в то время как Эльстер стреляет из нее направо и налево. Отличительная черта Изи – поиск. В отличие от нас, Гештальт мастерски обходит опасные углы и владеет информацией о станции. Как говорилось ранее, она будто на три шага вперед Эльстер. И если Эльстер поддерживает Изю, то она передаст вам информацию или ресурс для дальнейшей борьбы. Ее можно сравнить с вирусом-трекером, который не столько вредит вашей системе, сколько передает информацию о действиях. Оказывает содействие другим угрозам безопасности. А вот Эльстер – это вирус, который должен уставить все. Окончательно и бесповоротно. Поэтому после финального сражения с самой Фарки, главнокомандующей, последним оплотом системы, мы можем услышать реплику «Теперь мы с тобой едины». И тогда происходят истинные концовки игры Сигналист. В зависимости от того, как игрок проходил свою игру, ровно как и вирус взаимодействовал с системой, так и концовки будут отличными. Если наша героиня старалась идти к своей цели как можно быстрее и избегала внешние источники угрозы, то в конечном счете она исполнит свои обещания или в контексте вируса уничтожит юдроне РСИТи. Ариану. К этому у нас наводят картина, которую постоянно рисует Ариана. Символист Арианод Беклин изобразил свою картину «Остров мертвых» шесть раз. Ровно столько же картин мы видим и в игре, будто нейросеть каждый раз дорабатывает одну и ту же работу. Но сохраняет свою идею. Равно как и основная задача для игрока и вируса Эльстер привезти Ариану на Остров мертвых. Словно хорон на своей лодке. На игрок как и вирус непредсказуем. Поэтому если он устроит очистку всех монстров и будет игнорировать свою целостность, то в конечном итоге к финалу он пойдет без сил, как и вирус, который поглотил целую систему. Ариана скажет, что не помнит вас, как и нейросеть не может обратиться к уничтоженным слоям. Поэтому у Эльстер ничего не остается, кроме как лечь рядом со своей любимой и может, что-то обратилось в рот. Как и нейросеть, которая уничтожена и оставляет лишь интерфейс без особого функционала. Нами были озвучены варианты, когда система выполняет свою функцию правильно. Но что, если она дала сбой? Вдруг Эльстер понравится модель поведения Изя, модель исследователя. Она захочет изучить судьбу каждого, потрогать ее, будет видеть, изучить каждое предоставляемое воспоминание. Заботиться о себе и не думать об основном алгоритме. Тогда, как и ожидалось, произойдет основной мотив произведения. Эльстер отойдет от своей первоначальной цели, просто вытеснив ее из своей системы другой информацией. Поэтому, придя к своей туманной цели, она ее не обнаружит, и алгоритм даст сбой, ровно как и героиня, которая останется лежать на поверхности планеты и в конечном счете испустит все свои силы. Но что, если нейросеть в конечном итоге сможет бороться с вирусом и адаптирует его как часть своей программы? И да, сигнализ предусматривает такой вариант развития событий. А секретная концовка как раз посвящена победе нейросети. Если в концовке «Уход» Эльстер пытается повторить паттерн поведения Изи, то здесь она окончательно отказывается от своей первоначальной задачи и занимается поиском таинственных ключей для открытия загадочного сейфа в последней комнате. После того, как вы соберете все ключи, внутри сейфа вас будет ожидать букет лилии, что крайне символично, ведь лилии является символом красоты, любви и верности. После того, как цветы будут поставлены на постамент, Эльстер падет замертво, что подтверждает победу нейросети над своей угрозой. Заметим, что количество постаментов равно шести, что в нумерологии означает самоотвечение и верность. А после мы видим сцену, где Эльстер и Арианна танцуют. Адлеры Палькин не появляются. Гирос полностью адаптировался в системе и она функционирует словно цикл попальца. И все это имело бы смысл, если бы не но-но. Но ее называют А также